Релик 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 и всё такое организационное. А потом, как правило, у меня будет одна или две встречи днём. Знаешь, обсуждаю что-то с людьми, и если повезёт, то покрашу что-нибудь. Отлично. Какой у вас профессиональный путь? Как вы попали в релик? Ну, я один из основателей релик, так что до этого реликвии не было. Раньше я делал фильм с изображением сценариев и визуализацией декораций для фильмов, и как-то случайно занимался играми. Я был другом Алекса Гардена, и он основал релик и присоединился ко мне и ещё четырем парням, и мы начали таким образом. Это было как бы... Я никогда не собирался присоединяться к индустрии видеоигр, так что это своего рода нечаянно, на самом деле. У вас были наставники в детстве, которые влияли на ваш стиль рисования или источники вдохновения в этом смысле? Ну, как бы да. У меня есть стандартные влияния, как у большинства. Знаешь, типа Сида Мида и Крейг Малленс, или эти замечательные художники. Но, честно говоря, думаю, что... А моим главным вдохновителем был мой партнёр Арон Кандиц, один из основателей релик. Сейчас он не с релик, он независим. Он научил меня многому об использовании компьютеров, в частности, и как использую это как правило, на самом деле, знаешь. Итак, не могли бы вы рассказать нам о том, как вы подходите к созданию искусства и направлению ваших проектов в РАИД? Это что-то на уровне интуиции. Это своего рода. Это эмоциональное исследование контента, над чем бы вы ни работали. Всё зависит от того, что именно я имею в виду. В чём работа. Часто просто идёшь на прогулку с кем-то или за кофе, и просто знаешь, обсуждаешь. Определите цель и попытайтесь прояснить намерение. И если вы можете хорошо понять, в чём заключается замысел, то вы намного лучше подготовлены к действиям. Отбраковываем изображения, которые начинают это передавать, и приближают нас немного ближе. Знаете, когда цель достигнута, и как только все довольны результатом, можно приступать к деталям. Знаете, красивые композиции и хорошая цифровая живопись. Итак, когда вы создаёте эти цифровые картины или композиции, какие программы или инструменты вы предпочитаете? Сейчас я работаю исключительно в фотошопе с моим планшетом Sintiq, так что либо это цифровая живопись с помощью Sintiq и фотошоп, либо просто карандашом на бумаге. В общем-то, это всё для меня. Я не пользуюсь 3D-программами, разве что иногда SketchUp. Время от времени использую SketchUp. Предварительно визуализируем трёхмерное пространство, если оно особенно сложное или перспектива затруднительна. Но в основном, в общем, это просто фотошоп и мой планшет Sintiq. Интересно, сколько времени тебе нужно, чтобы создать быстрый концепт Sketch по сравнению с полной моделью? Вау, создание эскиза концепции может занять от примерно минуты, чтобы, знаешь, пару часов. Обычно я не работаю над чем-то дольше несколько часов. Думаю, это может быть 3 или 4 часа. Это самое долгое. На одном проекте, думаю, я... В этом смысле мне повезло. Я как бы... Наверное, я либо ленив, либо легко отвлекаюсь, но так или иначе предпочитаю просто двигаться быстро и переходить к следующей картине. Я не тот художник, что зацикливается на мелких деталях. Хорошо. Не могли бы вы рассказать нашим зрителям о проектах, над которыми вы работали в Релик, и о ваших ролях в них, если кто-то ещё не в курсе? Конечно. Когда мы начали работу в Релик, я был художественным руководителем Homeworld в первой части. И я создал много дизайнов кораблей, работал над сюжетом, руководил озвучкой, руководил всеми кинематографическими сценами для этого, и музыкой тоже. Пол Роскей сделал музыку и звук для Homeworld. А затем я работал над Homeworld 2 в той же роли, делая то же самое. Была работа по разработке концептов для нескольких проектов, которые так и не были реализованы. А следующее, это была Заря войны. Я не слишком много работал над Зарей войны, только над вступительной сценой. Сделана студией Blur и... Я режиссировал это и немного работал с Энди над видом игры, но это в основном было его дело. И Силайч в основном работает над развитием сюжета и кинорежиссурой. Превосходно. Так на каком проекте вам было наиболее интересно работать? Я думаю, что... Должен выбрать Homeworld, потому что это была первая игра. Это было как бы... Там все было новым и захватывающим. Нас было всего несколько. И в то же время, когда мы создавали игру, мы также создавали компанию. Это было что-то вроде дуэта. Это было вдвойне интересно, как и другие проекты. Речь шла только о игре, так что... Немного более сосредоточенный и ограниченный. Гораздо интереснее, когда ты не только создаешь игру, но и целую компанию. Наверное, я бы сказал Путь домой. Не то, чтобы остальные были менее интересны, но в данном контексте, я думаю, что Путь домой был, наверное, самым захватывающим. Так, вы работали над Homeworld, Dawn of War и Company of Heroes, и все они довольно различаются по своему художественному стилю. Каково это было работать с такие разные стили искусства и проекты? Честно говоря, я думаю, это для меня не столько вопрос стиля, сколько как лечение или доставка намерения, как в Homeworld было что-то вроде, знаете ли, очень большое, красочное, эпическое качество, и, знаете ли, это было его особенностью. Всевозможные вызовы и прочее, и у каждого свои, как вопросы компании. Есть Вторая мировая война, настройка, так что у вас много, вы в хорошей компании, я имею в виду, многие люди делали контент про Вторую мировую войну до вас, так что у вас есть своеобразные, у вас есть творческие задачи, вы хотите, чтобы это выглядело как-то, но не слишком сильно, иначе это будет считаться плагиатом и тому подобное, вы понимаете. И герои компании, моя любимая кат-сцена в этом, я бы сказал, это, наверное, то есть более интересные и сложные сцены, но мне больше всего понравилась та, что была в конце третьего задания, где расчет пулемета установил пулеметную точку и расстрелял группу немцев, пытавшихся отступить. И весь звук как бы исчезает, а музыка как бы несет сцену. Я думаю, что мне это понравилось больше всего, потому что М в конце сцены было, это погрузчик рядом с МГЭ, у него нет реплик, но он выглядит действительно встревоженным. Этот парень только что убил всех этих немцев за один день, а его командир ругает его. Другой парень просто смотрит в сторону, типа ты понимаешь, что происходит. Был такой момент, когда казалось, что это превосходит обыденность. Немного, и вообще это было довольно драматично и очень круто. Мне кажется, этот мне нравится больше всего. Из всех игр Relic, какой юнит был твоим любимым? Мой любимый агрегат, ну, транспортное средство или что-то вроде того. Да, отряд или пехотный отряд, или персонаж. А это сложный вопрос. Их было много. Было много интересных. Да, я думаю, мне больше всего понравился Разрушитель Куашан из Homeworld 1. Этот мне понравился больше всего, думаю. Как бы ты описал, как изменился твой личный стиль за время работы в Relic? Я бы сказал, что мой личный стиль стал более беспорядочным и лучше. Это... Эм... Это... Вначале я был намного осторожнее, а сейчас думаю, что действую намного быстрее и играю. Не волнуйтесь так сильно. Теперь это стало гораздо свободнее и более жестикулирующим, я думаю. Отлично. Но это нечто не абстрактное. Посмотрите, если есть ваши источники вдохновения для искусства Homeworld и Homeworld 2, включая дизайн кораблей, фоны, анимации, катсцен, это довольно большой вопрос. Нет, да. Эм... Я думаю, широко известно, что для дизайна кораблей меня и Аарона сильно вдохновила работа 70-х. Парни типа Питера Эллисона, Криса Восса. Я тоже сильно повлияло на фоны, как Кэм Кеннеди. И для фонов, для неба и всего такого. Знаете, мне кажется, мое самое большое влияние при создании Лазутчика Небес в Один Дома было путешествовать на автомобиле по Америке. Мне нравилось и до сих пор нравится отправляться в большие автомобильные путешествия и я много водил. Но сейчас я езжу на Лотосе, но тогда у меня был Хонда Сивик и это было нормально. И путешествие по Америке было... Я сделал это 6 раз. И это было просто замечательно. Небеса, которые вы могли видеть. Мне пришло в голову, что я всегда за рулем, особенно когда едешь на запад в Вангверс, в Восточное подрежье. Каждый день ты едешь на закат и солнце садится перед тобой каждый день, каждый день. Так что кажется, будто ты пытаешься догнать закат. Так что эта идея мне действительно понравилась для меня, потому что это как бы связывает каждый день со следующим. И это дает тебе такое чувство постоянства в путешествии, как будто ты навсегда стремишься достичь заката. Это заставило меня почувствовать связь с историей Хомверлд, а попытки вернуться домой, на свою родную планету. Я думаю, что отсюда пошли фоны для Хомверлд. Они становились все ярче и теплее, пока в конце концов в Хомверлд ты оказываешься на закате. Извините, какой была третья часть вопроса? Анимациями. Мейс и аниматики, я думаю, были, наверное, наиболее сильно повлияны научно-фантастические фильмы вроде «Звездных войн». У них было что-то такое медленное, знаешь, перемещение и все такое. Мы хотели оставить как можно больше места для речи и музыки. Думаю, может быть, 2001 год и как инопланетяне, знаешь, и, возможно, чуть-чуть бегущий по лезвию, но он был немного темнее. Это было больше... Я обожаю фильмы. Да, согласен. Наверное, это один из лучших научно-фантастических фильмов. Да, мне это нравится. Здорово. Так, если бы вам дали шанс переделать «Арт-Холлн-Морлд-1 и 2», вы бы что-то изменили. Всегда хочется вернуться и поковыряться в том, что тебе не понравилось, знаешь ли. Так что, да, вероятно, мне придется как-то... Подумайте об этом, но я уверен, что в обоих проектах найдется что-то, что я бы хотел изменить. Знаете, что-то, что не сработало так хорошо или как там, но, наверное, не очень. Я довольно доволен тем, как выглядели эти игры. Знаешь, мне казалось, что они справедливо передали вид технологии и те большие космические корабли, я думаю, это было вполне уместно. Если бы я что-то менял, это было бы, наверное, довольно незначительно. Думаю, для Хаммеля тоже это была бы скорее история, которую я бы изменил, чем... Чем сами корабли, знаешь. Так что бы вы изменили? Ну, я всегда чувствовал, то есть мне нравилась история Homeworld 2. Мне казалось, это было, знаешь, великолепно и все такое. Мне показалось, что это было немного слишком, немного запутанно. Знаешь, как будто чуть-чуть слишком сложно и я думаю, это было успешно, но я думаю, в наших попытках достичь этой глубины мы как-то потеряли из виду силу простоты и я думаю, что это нас и двигало, я не знаю, еще один дом для людей. Это было так. Ты просто идешь домой, это так просто. Сюжет истории был очень понятен и близок. В то время, как с Homeworld 2 все было связано с этими тремя гиперпространственными ядрами, которые должны были объединиться и открыть какое-то божественное зверь. И ты знаешь, это было круто, но очень сложное и много несоответствий. Трудно рассказать сложную историю. Поехали! Да, давай сделаем это. Итак, какой совет вы бы дали кому-то, кто интересуется в вашей области работы? Быстро я бы посоветовал кому-то, кто интересуется концепт работой и режиссурой игр. Я думаю, не так уж и нужно быть. Я эксперт в играх, но важно понимать не только это мотивирует людей. Я думаю, ты должен быть на связи с эмоционально значимыми образами. Знаешь, любой может управлять танком, но я думаю, что профессиональный художник-концептуалист должен уметь рисовать танк, который дает тебе чувство, что ты достойней. Я бы не хотел, чтобы это приближалось ко мне. Знаешь, нужно как-то находить связь с людьми на эмоциональном уровне. Это, я думаю, концепт художник в видеоиграх, иначе ваше искусство будет скучным. Возможно, вам стоило бы заняться чем-то другим, если у вас не получается. Поднимайся! Это же касается и рассказывания историй. Ты знаешь и другие аспекты арт-дирекции в видеоиграх, но, по-моему, настоящая связь возникает только через эмоции. Важный момент в север, как кто-то развивается, и я думаю, что это для каждого разное. Конечно, художественная школа очень помогает. Ты просто тренируешься и становишься лучше мастером своего дела. Ты учился в художественной школе? Да, учился. Я учился в Род-Айлендской школе дизайна. Я закончил обучение по специальности иллюстрации было для меня большим достижением. Регистрация была отличной школой, но, думаю, что было важнее то, что делает школу отличной. Это то, что они просто заставляли тебя много рисовать. Если хочешь заниматься искусством, тебе нужно много его создавать. Просто продолжай это делать. Просто, знаешь, из каждых 100 картин, которые ты создаешь, показать людям, что они думают и выбросьте остальное. Знаете, считайте, это просто разработка. Ты же не собираешься рассказывать всем историю о том, как ты вышел из дома, чтобы добраться до переднего двора, когда тебе нужно было в следующий город. Ты понимаешь, что я имею в виду? Просто продолжай делать это. Продолжай. Просто старайтесь улучшаться и вскоре вы поймете, нравится ли вам это или вы хороши в этом. Главное, чтобы это приносило удовольствие. Если тебе весело, то и другим будет. Это вообще забавно. Это как заразительно, знаешь. Итак, говоря о забаве, чем ты занимаешься в свободное время? Мне нравится водить мою машину. Я вижу, что вы говорите, но хочу расширить эту тему и рассказать нам немного о вашем малыше. Да, ее любимое занятие жевать наличные. Это дорогая машина. Всегда любил эту машину. Это Lotus Esprit 2001 года. 8 цилиндров, 3,5, двойной турбонат. Это крутая тачка. Я думаю, что она мчится и это действительно весело. Знаете, школьникам это нравится. Они машут вам с автобуса и все такое. Это просто случилось сегодня утром, когда я пришел на работу. Но это действительно здорово иметь такую высокопроизводительную машину под рукой. Вы цените его чувствительность и как он управляется. Это становится как хобби. Да, это то, что мне нравится делать для развлечения. Если не могу этим заниматься, то, наверное, я посмотрю фильм или пойду повеселиться с друзьями. Шучу. 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 Так вот, вопрос, который всех интересовал. Вы знаете, не могли бы вы дать нам какие-нибудь подсказки? А, нет. Нет, мне это делать не разрешают, чтобы обсудить это решают, что это очень круто и это очень захватывающе. Очевидно или, может быть, не очевидно, но мы сейчас на ранних этапах. Это займет некоторое время. Я предполагаю, прежде чем это станет своего рода общественным достоянием, но это очень захватывающе и это очень круто. Используешь айфон, я записываю. Я работаю над концепцией, разработка концепции, работа с руководителями проекта и попытка сделать базовые вещи. И посмотрим, куда это заведет. Это довольно захватывающе. Отлично. Итак, давайте зададим несколько веселых вопросов на скорость. Просто отвечайте, не думайте, пираты или ниндзя? Пираты. Стиль или техника? Стиль. Торт или пирог? Пирог. Крепкий алкоголь или пиво? Да. Научная фантастика или фэнтези? Однозначно научная фантастика. Кушан или тайдэ? Закрепление, я думаю. Дракон или единорог? Единорог. Карандаш или планшет? Тут дело в том, что это очень тонкая грань. Думаю, я выберу карандаш. Карандаш, старая школа, так что давайте сделаем ассоциацию просто любое слово, что приходит на ум, так что реликвия. Думаю, родной мир. Эм... Родина. Круто. Долго думали, чтобы это придумать. Извините, краска. Эм... Пальцы. Форрес Гризон. Эм... Эм... Нет. Это шутка внутри сообщества. Похоже, они думали, что наш следующий проект будет связан с моделированием деревьев и лесов. Ладно, я буду откровенен, как в долгую игру. Наверное. Бац, держи, это круто. Ладно, ну может, мы пропустим. Нам придется иметь дело с защитниками окружающей среды, знаете, любителями природы. Их нужно остановить. Это было бы легко сделать в Ванкувере. Ага, да. Можно было бы провести острые интервью с маглами. Сладывает отличные концепции игры. Круто. 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 Рождество. Подарки. Отлично. Теперь мы собираемся наблюдать за тем, как Рок показывает нам кое-что интересное, над чем он работал. Может, даже нарисуй нам что-нибудь классное. Все в порядке. Здесь происходит магия. Давай создадим новый файл. Обычно я бы начал с чего-то простого. Может, просто милый маленький прямоугольник. Искусство поддавления. Абсолютно. Это искусство перформанса. Обычно если бы я делал корабль, например, для Хомверлд, я бы начал с попытки получить общую форму. Скорее всего, сначала я просто набросаю что-то очень-очень простое. Или что-то в этом роде. Возможно, это некий космический корабль получается. вероятно, что-то вроде класса флагмана. Потому что видно, что это что-то вроде большого. Совершенно верно. Возможно, при этом я немного поработаю со стайкрафтом здесь. Можете получить представление о некоторых характерных недостатках, которые входят в некоторые из них. и сделать что-то вроде узора тай-дай. Вот так. Так что эти корабли, наверное, связаны. Думаю, они могут быть из одного флота, возможно. И тогда получается какая-то выдумка. я просто немного исправляю эти проблемы. Возможно, там было бы что-то вроде, не знаю, какой-то картины, например. некий вид панельной разметки. Возможно, что-то в этом духе. Конечно, это очень грубо. Ты бы, наверное, захотел доработать это подробно. Или не так подробно, я бы сказал, нужно более тщательное изображение. У тебя получается что-то вроде основы. Описание формы, возможно, захочешь. Это немного похоже на стыковку с некоторыми ошибками компонентов двигателя. Вы хорошо видите оттуда. Может, мне стоит немного прибраться, потому что здесь довольно грязно. Так что вы начинаете немного понимать и понять, что к чему. А затем, возможно, это требует немного улучшения. артикуляция. Артикуляция. Примерно так, но может быть чуть-чуть захватывая поверхности. вроде... вещи вроде этого возможностей. А затем, вероятно, я бы сделал что-то вроде... Не знаю, давайте этих ребят превратим в корабли на закрепление. А что если решение, которое у нас есть? Что это? Какое обоснование этого решения? На самом деле нет, просто захотелось заняться тай-дай. Наверное, в ответ на твой предыдущий вопрос, типа тай-дай или кушен. И я такой, как будто в тай-дай, давайте делать формы тай-дай. Вау, это цвета тай-дай и отбеливателя. Закрепление было выполнено, ну, возможно, неизвестно, но у тай-дай есть такой способ окрашивания своих кораблей, который отлично от подушки. Они как бы имеют это... Эти виды патчей. Это как бы мозаика. Но, говоря общими словами, есть некоторое напряжение между... Это уже почти в техническую сторону, но есть как бы напряжение между... Форма этой хрени и... Спасибо за просмотр! И текстура, понимаешь, о чем я. Ага. А теперь добавим немного оранжевого... В некоторых вещах. На самом деле, я думаю, что у флота кушен были оранжевые антенны, но неважно. Продолжая, я бы, вероятно, делал бы это быстрее. Это очевидно. Так что это было бы... Происходит... Я бы отнесся к этому гораздо серьезнее, если бы занимался кораблями. Я бы залез, а и сделал бы освещение высокой частоты. Что действительно сказать. Это большая... Это большая капитальная чушь. И вы вроде как понимаете, к чему это клонит. Здесь будут огни, похоже, что это инженерный отсек. У этого парня, наверное, не так много света. Но что-то вроде того, и я бы, наверное, взял копию... И немного отдохните. Он немного лентей. Я собираюсь уменьшить. Глоб на этого парня. Копи это вниз. Может, виби его. Ну, наверное... Давайте добавим огням цвет. На Тайване, если я не ошибаюсь. Красный. Я думаю, это было синее на самом деле. Давайте сделаем его синим. А синий выглядит довольно круто. Так что вы можете как бы это увидеть. Что там происходит. А потом, не знаю, может здесь где-то горка. Ты всегда издаешь странные звуки, когда рисуешь. Знаешь, я обнаружил, что создание звуковых эффектов помогает в процессе рисования. Я на самом деле... Иногда я думаю, что хорошая картина может быть определена как минимум хорошей концептуальной живописью. И это отнюдь неверно. В Госпеле или где-либо еще. Это просто идея. Хорошая концепт картина зачастую... Много звуковых сигналов. Так что, знаете, если смотреть на картинку полной звуковых сигналов, в этой их не так много. Иногда это просто лучшая картинка из-за звуковых сигналов. Знаете, вы можете на это посмотреть. Я замечаю, когда маленькие дети рисуют. Если вы когда-либо наблюдали, как маленький ребенок рисует, что интересно в детях, когда они рисуют, это... Чертеж, это действительно происходит. И так вы увидите детей, которые рисуют, как вы знаете. Парень бежит, его стреляют, он умирает. Потом появляется самолет. Прощается. И типа уровень повышается. И это я вроде как... Законченная картинка почти не важна для ребенка. Важно, что стена появилась, когда он рисовал. Наверное, это не совсем связано, но похоже, потому что все дело в звуковых сигналах. Давайте добавим эти облака. Давайте сделаем это пространство чуть темнее. Затем становится более детализированным, в общем. Но вот и вся суть. Это здорово. Труто, но большое спасибо, Роб, за то, что присоединился к нам. И спасибо всем фанатам, которые зашли и скачали видеоинтервью. Так что мы собираемся выложить это произведение искусства в сеть, если не возражаешь. Роба. Это картинка здесь? Да. Да, конечно. Так что большое спасибо. Хорошо. Спасибо.